А вот погода в музыкальном, несмотря на дождь, становится лучше с каждым днём. Проектированию и планировке дорог были посвящены публичные слушания, которые прошли накануне в администрации Прикубанского округа Краснодара. Что представляет собой сам проект и как его приняли жители одного из самых проблемных районов города, точно расскажет Антон Балзовский. Сразу хочется сказать, что на обсуждение столь значимой для микрорайона и его жителей темы в администрацию Прикубанки пришли всего человек 10. Что удивительно, ведь все мы привыкли ругать власть, что она не идёт на разговор, а тут всё с точностью да наоборот. Но? Но речь не об этом. И тех, кто пришёл, хватило, чтобы разговор с главой округа Александром Журавлёвым, руководителем Калининской администрации Виталием Катуниным и заместителем начальника отдела территориального планирования Департамента архитектуры и градостроительства Дмитрием Литвинцом получился открытым и конструктивным. Я вот живу на улице Прокофьево, 17. Я посмотрела, что якобы на нашей улице будет дорога асфальтированная, с ограждением бордюра, даже пешеходная там вроде как предусматривается дорожка. Вот, ну, можно немножко описать? Будем устраивать, рассматривать возможности организации дорожного движения таким образом, чтобы в самой узкой части, там, от какого-то промежутка участка, либо на полной, от полностью, сделать одну улицу, ну, параллельно, одну в одну сторону, другую в другую, но обязательно с тротуаром. Сами слушания – это важный подготовительный этап для проектирования и строительства нормальных дорог в музыкальном микрорайоне. Именно по их результатам проект с внесёнными замечаниями будет представлен для рассмотрения на городской комиссии по землепользованию и застройке, которая примет решение о его официальном утверждении. Завершающим же этапом станет официальное постановление администрации, которое утвердит глава города Евгений Первышов. Тогда можно будет начинать процедуру изъятия в муниципальную собственность земельных участков, находящихся в частной собственности. Но это будет происходить только после собрания собственников каждого дома, участок которого планируется под дорогу общего пользования. И как раз здесь власти надеются на понимание людей и активную гражданскую позицию. Мы надеемся на активное участие народа и рассчитываем на положительную оценку среди населения. Данная работа необходима прежде всего для того, чтобы обеспечить подъездными путями все объекты, которые существуют на данной территории на сегодняшний день. Понятно, что без споров не обойдется. Такого и не бывает, когда речь идет о своей земле, которую хоть и для благих целей, но нужно отдать. Однако люди, выходившие накануне с общественных слушаний, были единодушны в одном. Для нашего участка очень важны эти служения, потому что налажен диалог с администрацией ИРО округа и Калининского поселкового совета, потому что у нас действительно проблемный объект. Мы из ряда обманутых дольщиков, пострадавших от мошеннических действий застройщика. Поэтому мы надеемся, что в дальнейшем у нас будет нам оказана помощь и придем к какому-то согласию. Действительно, встречи для нас эти очень важны. Очень бы хотелось, чтобы такого рода слушания почаще проводились. Проводились, потому что я первый раз, честно скажу, за себя участвую в подобном мероприятии. За все пять лет, которые мы являемся обманутыми дольщиками, я на таких слушаниях впервые. Очень хочется, чтобы такие слушания были почаще проводились. Для удобства жителей на официальном портале администрации города создан специальный раздел, в котором можно будет узнать всю информацию по проекту планировки и межевания микрорайона. В разделе также будет подробнее рассказано о том, какие решения принимают жильцы каждого дома, по чьей территории проложены дороги. Понятно, что до решения всех проблем музыкального микрорайона еще очень далеко. Однако именно такие слушания вселяют в людей уверенность, что музыка комфорта совсем скоро звучит и на их улицах. Антон Балзовский, Вадим Жалеев, телекомпания Краснодар.